Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Через неделю после предположительного использования ядовитого газа в Сирии предстоит очевидный военный удар Запада непосредственно против режима в Дамаске. Доказательства убедительны, даже точны, что сирийское правительство было замешано в этих атаках, сказал республиканский депутат Майк Роджерс, представитель Комитета тайной полиции в американском Конгрессе. Американский министр обороны Хейгл подчеркнул, США готовы сразу к нападению. Президент США решительно настроен начать действовать в Сирии даже без мандата Совета Безопасности ООН. Основные права человека, как то право быть выслушанным и право на презумпцию невиновности в случае сирийского президента Башар Аль-Ассада попросту игнорируется. Мы, Кляг Мала Ти Ви, хотели бы позволить Башару Аль-Ассаду говорить и зачитываем в этой передаче отрывки из специального интервью «Известием», опубликованного 26 августа 2013 года. «Известие» — это влиятельная, распространяемая по всей стране русская ежедневная газета. Башар Аль-Ассад, президент Сирийской Арабской Республики, говорит об опасности интервенций США и Запада, об обвинении в применении химического оружия, о его отношении к России и о многом другом. К Ассаду обратились с вопросом об обвинениях в применении химического оружия. Что вы можете на это ответить? Ассад отвечал, «Это нонсенс. Сначала предъявляют обвинения, а лишь потом собирают доказательства. И этим занимается могущественнейшая страна США. То есть в среду нас обвинили, и только через два дня американское правительство заявило о начале сбора доказательств. И каким же образом они намереваются собрать эти доказательства, находясь в отдалении? Нас обвиняют в том, что армия применила химическое оружие в районе, который якобы находится под контролем боевиков. На самом деле в этом районе нет четкой линии фронта между армией и боевиками. И разве может государство применить химическое или любое другое оружие массового поражения в месте, где сконцентрированы его войска? Это противоречит элементарной логике. Поэтому такого рода обвинения исключительно политические. И причиной для них послужил ряд побед правительственных сил над террористами». На вопрос, разрешите ли вы спецкомиссии ООН провести расследование этого случая, Ассад ответил. «Что касается расследований военных преступлений в Сирии, мы первые, кто потребовал приезда Международной комиссии. Когда террористы выпустили ракету с ядовитым газом по Алеппо, вскоре после многочисленных заявлений на Западе о готовности правительственных сил применить химическое оружие, мы потребовали визита иностранных экспертов. Эта позиция была согласована с Россией. Мы хотели, чтобы США, Франция, Великобритания сами убедились в том, что это не мы, а наши противники используют химическое оружие. Убедились на примере конкретных фактов, а не голословных обвинений». Власти Сирии и комиссия ООН согласовали порядок совместных действий по расследованию якобы имевшего место применения химического оружия. Результаты их работы будут представлены в ООН. Но вам же известно, что любые результаты могут интерпретироваться в угоду отдельным странам. Поэтому мы ожидаем, что Россия не позволит трактовать документы в интересах американской или вообще западной политики. «Далее к Ассаду обратились с вопросом о возможной военной интервенции против Сирии. Господин президент, с чем столкнутся США, если они все же решатся на удар по Сирии или даже вторжению в страну?» Ассад ответил. «США ждет провал, как и во всех предыдущих развязанных ими войнах, начиная с Вьетнама и до наших дней. Америка участвовала во множестве войн, но ни разу не смогла достичь своих политических целей, ради которых начинала эти войны. Она не смогла убедить свой многонациональный народ о праведности этих войн, так же, как и привить свою идеологию в других странах. Да, действительно, великие державы могут развязывать войны, но могут ли они побеждать? Дорогие телезрители, это были отрывки из интервью с сирийским президентом Башаром Аль-Ассадом. Полное интервью, в том числе с вопросами о его отношении к России, можно прочитать на указанных источниках в заключении нашей передачи. Мы продолжаем следить за ситуацией в Сирии и представляем вам другое мнение к развитию ситуации в Сирии. Оставайтесь и вы в курсе событий, дорогие зрители, и помогайте нам раскрывать нарушения прав человека со стороны западных правительств и прежде всего США, как они на основании выдуманных или недоказанных предлогов оправдывают интервенцию посредством войны. На этом мы прощаемся с вами. До свидания.